Программа «Моя Якутия» в 21 веке – прекрасная возможность для наслегов вводить в строй не только объекты социального значения. Сейчас это возможность привлечь на места молодых специалистов. Теперь и в селах именно для них строят дома. В Олегминском районе несколько наслегов по этой программе уже обеспечили молодых специалистов жильем. Подробнее далее. Село Урицкое. Своя история и своя жизнь. Некогда большое, но, к сожалению, на сегодня практически единственным учреждением, где есть возможность трудоустроиться, является школа. Нет рабочих мест, как следствие, отток трудоспособного населения, в первую очередь молодежи. Молодежи уезжают, не желают возвращаться обратно. Но единственный вариант, возможно, это достроящийся у нас сейчас дом для молодых специалистов. Тоже нехватка специалистов у нас в этой же нашей школе, не хватает специалистов. По математике и иностранного языка. Старожилы села, как и глава наслега, озабочены этим и еще в 2014 году решили начать строительство дома для молодых специалистов. Был проведен сход граждан, на котором приняли решение начать строительство этого дома. В первый год, благодаря субсидии на комплексное развитие села в размере миллиона рублей, мы начали закупку строительных материалов. Приобрели бревна, гипсокартон, металлочерепицу, профлист, утеплитель. А в дальнейшем, благодаря району, мы попали в республиканскую программу. Вообще, республиканское движение добрых дел. И сейчас у нас финансирование дома происходит из трех источников. Республика и район поддержали инициативу. Программа «Маякутия» в 21 веке дала возможность продолжить работы. На сегодня дом практически готов. Дело за внутренними работами, и этим летом планируется открытие. Есть и кандидаты. Ведь цель строительства – заинтересовать своих специалистов, но и в перспективе привлечь новых. Поэтому, думаю, что есть у нас кого поселить в этот дом. Ну и ждем, конечно, как говорил еще у других специалистов. По мнению жителей, дом получается добротный и основательный. А подключение к центральному отоплению – уже большая радость. Кстати, совсем неподалеку, практически готова новенькая котельная. Несмотря на все сложности, жители не теряют надежды. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Олегминск.